На самом деле не хочется делать ничего. Хочется, чтобы вас оставили в покое. То, что-то прорывается, понимаете, из вас. Это касается вашего мужа. Не надо натягивать своего на глобус. И вот тогда это приводит к радости в жизни. Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в уютных пространствах нейроведьмы. Сегодня мы опять будем заглядывать в книгу вашей судьбы. Расклад для тех, кто уверен в том, что есть события, которые предопределены. Расклад для тех, кто периодически хочет перефлексировать и, наверное, сказать себе большое спасибо, что я не сдался. Большое спасибо за когда-то верные принятые решения, потому что, поверьте, практически все люди принимают верные решения. Просто это лучшее, что может произойти в данный отрезок времени. Вот так вот. То вот насколько хватает ресурсов, то, из чего мы выстраиваем свой опыт. Вот, ну, понимаете, нет плохих и хороших решений. Ну, вот так оно и есть. И когда, в общем, я вот задвигаю эту тему относительно того, что нет плохих и хороших решений, вот меня пытаются люди подловить, да, серии, что, а как же вы так можете говорить, а вот, например, значит, аборты. Я понимаю, что я касаюсь сейчас очень скользкой темы, но я должна об этом сказать. Да, я считаю, что это выбор, да, я считаю, что это выбор приводить ребенка в мир или, соответственно, не приводить. И кто мы такие, чтобы, да, кого-то осуждать, соответственно, и там, ну, кого-то поощрять, да, потому что это очень сильный, мощный, глобальный выбор, да, выбор души. И я, собственно, сегодня хочу просто поддержать тех, кто действительно мог каким-то образом с этим столкнуться, да, каким бы то ни было образом, да, там, в родовой истории. Не вините, пожалуйста, себя, потому что вина, она, понимаете, перекрывает огромное количество ресурсов, да, и закрывает там двери буквально, да, в новое, там, счастливое будущее, да, или там, ну, вот какая-то такая история, знаете. Я понимаю, что я беру сейчас острую тему, вроде не нужно это делать, но на самом деле это то, за что женщина, да, винит себя всю жизнь, поскольку я вижу свои миссии все же помогать женщинам восстанавливаться, поэтому я поднимаю еще и такие сложные темы. Знаете, мне где-то, да, бывает страшно, да, бывает страшно говорить на те темы, которые, в принципе, вот не приняты, они замалчиваются или как-то отшучиваются, или вообще вот не поднимаются, но мы же не можем это постоянно помещать внутрь себя, мы же не можем постоянно от этого бежать, да, мы не можем там избежать, условно, того, чтобы посмотреть в зеркало, да, и признать свои выборы, признать свои ошибки. Или, например, мы берем ситуацию, которая связана с нашими мужчинами, и мне понравилась фраза, кто-то вот сказал из моих девчонок, да, о том, что я, говорит, иногда вообще вот могу купить какое-нибудь там красное, там, гипюровое платье, и к нему какие-нибудь неоновые сапоги вообще. Вот, и как вы мне можете говорить о том, что я ответственна за свой выбор? Вот, и такая же история у нас бывает еще и с отношениями, да, через какое-то время мы смотрим на человека и думаем там, где были мои глаза, да, почему вот я не увидела очевидных вещей, что теперь, собственно, с этим делать? Ну, вот, прекрасная история, это про то, что мы можем перевыбрать, да, мы можем перевыбрать, а что будет, если ты перевыберешь, да, что будет, если у тебя вдруг случится иная жизнь, да, что будет, если у тебя будет больше денег, что случится, если рядом с тобой будет любящий мужчина, или, например, если ты не центрирована на мужчине, да, то есть вот, ну, какие-то события в твоей жизни, которые делают тебя счастливой и радостной, и начинают всплывать вот всякие нюансы, типа родовых штук, что я не имею права жить лучше, чем мои родители, пример, да, там, или мама там вложила в меня столько там денег, столько времени, и вообще грохнула на меня там свою жизнь, да, и так там, допустим, замуж повторно не вышла, там папа ушел, всякие ситуации могут быть, и у нас, да, такое чувство вины, что мы, ну, не можем жить, да, лучше, чем наши близкие, потому что они уже ради нас пожертвовали своей жизнью, да, и обидная история, когда мы говорим, что мы как бы не просили это делать, ну, опять же, знаете, у всех своя, там, взрослая ответственная позиция, то есть нюансов может быть огромное количество, и вот это все, оно приводит к тому, что мы теряем свою силу, мы теряем свою силу, мы отказываемся от своего предназначения, и вот, собственно, я уже три года, наверное, да, на пути того, да, что я ищу ключи, как вернуть себя, как вернуть свою силу, ну, соответственно, как вернуть утерянные права, да, права на любовь, права на деньги, те права, которые мы когда-то, в общем, от них отказались, и сначала это был проект запущенный, да, ну, запущенный, понимаешь, он уже запустился, он уже записан в записи, это проживание арканов, и сейчас более глубокая, глубинная часть и часть, наверное, образовательного проекта, в котором я чувствую себя, с одной стороны, с какой-то прям дикой благодарностью по отношению к вам, потому что, ну, потому что, наверное, из-за того, что вы так благодарно и правильно воспринимаетесь, у меня есть возможность творить и создавать, у меня есть возможность даже, наверное, воплотить некие свои детские мечты в этом проекте, то есть, ну, о чем мне не говорить вообще, что это так и есть, понимаете, ну, как бы не все же ради вас, понимаете, что-то вот и ради меня, а ради меня это как бы вот та история, что я всегда считала себя инаковой, и мне говорили, что если ты не научишься, да, нормальной, грамотной социализации, что тебе будет сложно с людьми, а так вот получается, что я, наоборот, привлекаю инаковых людей, да, и, может быть, со стороны мы странные, но при этом это очень мощное комьюнити, и это про пробуждение силы, это про манифест, как мы можем проявляться в этом мире на максимум, да, то есть не сдерживая себя, не зажимая себя, и вот, да, вот об этом проект Манифест. Я, собственно, возвращаю себе свою силу, то есть я как-то перестаю ее стесняться, да, и вот понимаю действительно, что я могу что-то раскрутить, что я могу создать какие-то события, да, как благостные для человека, так и неблагостные для человека. Понятно, что это я не одна делаю, это я делаю, соответственно, в союзе, в сотрудничестве с силами, но у меня есть привилегия, да, от этих сил, учить этому вас, вот об этом как-то манифест. И это вторая часть проживания арканов, да, но там мы не касаемся напрямую, а вторую мы касаемся традиций, традиций традиционного колдовства. Я понимаю, что многие, конечно, это будет смущать, потому что часто очень мы демонизируем понятие колдовства. Для нас это женщины, которые ходят там, что, страшные, да, без социализации, да, с этим посохом там своим. Ну, в качестве спойлера хочу сказать, что посох там на самом деле имеется, и я даже иногда рассказываю, как его можно изготовить, что там чего вот означает. И моя задача просто по возможности давать вам информацию, да, чтобы не было вот этого ощущения мракобесия, чтобы не было ощущения вот этой дремучести, и чтобы всё-таки мы могли древние знания интегрировать в наше современное пространство, и тем самым действительно улучшить качество своей жизни. Да, это работает. Вот со мной это точно работает, и с теми, кто со мной, это точно работает. Понятно, что может сразу получаться не у всех, это нормальная история, но при этом там абсолютно бережные отношения. Я, конечно, никого за руку не тяну, я не имею права это делать. Это не, допустим, те же самые старшие арканы, где, например, вам там дают чёткие задания. И вот если вы идёте там с админом, да, вон там даёт чёткие задания. Я ещё против такой истории. И, наверное, ко мне вот приходят люди, которые уже познали некую глубину, и они хотят научиться лучше плавать, понимаете, там чётче видеть, и там открыть все двери, которые ранее не открывались. Вот там ко мне. Если только с самого начала мы только знакомимся, возможно, вам нужны вот эти все чёткие задания. Однако в манифесте задания тоже есть, потому что, с одной стороны, для новичков в традиционном колдовстве, а с другой стороны, для тех, кто хочет на самом деле в этом разобраться. И поэтому, когда вы, например, вот уже сразу даю обратную связь, пишите мне в комментариях, что я и вот это, и вот эта традиция, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, а я не знаю, как это применять в реальной жизни, я задаю резонный вопрос. А вот зачем ты это всё делаешь? Ну, то есть зачем? То есть если мы изучаем какую-то традицию, ну, это логично, что у нас две цели, да, просто информативная, да, или, соответственно, прикладная. Так вот, соответственно, ну, если эта история прикладная, то я не понимаю, зачем быть вот этим универсамом, универмагом. Тогда получается, что вы хватаете информацию там на поверхности какой-то. Если вы хотите более углублённую историю, то мне кажется, лучше уже плотно погружаться в одну из, да, теорий, традиций и прочее. Поэтому, соответственно, я и делаю, да, манифест именно на погружение в теорию традиционного колдовства и даю ещё и практические вещи, практические вещи, да, практические задачи и задания. Так-то там изготовление алтаря, там, как правильно зарядить колоду, короче, всё, что вы спрашивали. И знаете, почему родился этот проект? Потому что очень часто, наверное, ну, 90% комментариев, которые вы мне оставляете на расклады, на магию, на саморазвитию, Ань, как развить свою силу. Я понимаю, что многие люди действительно путаются в понятиях, что же такое сила. Вот я объясняю, что такое внешняя сила, что такое внутренняя сила, да, что такое родовая сила. То есть вот полностью образовательный проект. Всё, что вы пытались найти, да, ну, не было возможности, не было возможности получать информацию абсолютно как-то адекватную, да, без там какой-то шузы, там, понимаете, без непонятных инициаций, да, без ощущения, что у вашего там проводника раздута эго, понимаете, размером земной шара. Вот это как раз про мой проект. Потому что я там тоже наблюдатель, ну, и я корректирую, если что-то у вас не получается. Мне кажется, такой самый дипломатичный, как мне кажется, проект. Ну что, welcome. И вся эта история у вас, возможно, по подписке на Boosty, там, на YouTube, в зависимости от того, в какой стране вы находитесь, потому что мы объединяем людей в разных точках земного шара. Это тоже, наверное, какая-то сбыча, мне что-то своего рода. Потому что, да, разные точки земного шара. Вот когда мы круг создаём, да, чтобы усиливать наше пространство, это люди в разных точках шара земного. Да что такое? Наверное, будет какая-то информация, которую кто-то из вас не готов услышать, потому что я прям говорю через сопротивление. Итак, выбираете камень-проводник, и мы почитаем немножко, да, главу из вашей жизни. Может быть, там, две главы, в зависимости от того, насколько вы интересная личность. Первый камень коричневый, а второй зелёный, третий синий. Названий, правда, не знаю, вот, мне их подарили, а книжечку от них потеряли. Всё. В инфобоксе время начала вашего видео. Ну что, Динечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Куда-то вы долбитесь, да, в какую-то дверь. Она что-то не открывается, вы туда прям пытаетесь, да, проникнуть. Это, знаете, когда мы очень много энергии вкладываем, да, в то, чтобы ключ подошёл к двери. Возможно, есть какая-то цель, да, вы к ней стремитесь, поэтому пытаетесь подобрать инструмент. Давайте. Всего пять карт, которые дают нам срез, да, в вашу текущую жизнь. Буквально срез. И я думаю, нам ещё одна карта нужна, да. Работаем на прямых позициях. Напоминаю, что эта колода создана искусственным интеллектом, но она у нас уже оживлена, она проявлена и обладает своей собственной энергетикой. Так, ну что, давайте посмотреть, что было в прошлом. Что же было в прошлом? Может быть, были какие-то значимые события, да, может быть, энергии мы посмотрим, энергии вашего прошлого. Ну, смотрите, возможно, это семья, да, про шестёрки чаши. Ощущение воспоминаний, но если у нас есть воспоминания, вполне возможно, что-то было утрачено. Сейчас ещё одну карту буду докладывать, ну, это вот максимум, потому что шестёрка чаши, ну, знаете ли, такая немножко абстрактная информация может быть, потому что это и ностальгия, и какие-то семейные истории, может быть, вы проработали родовые истории, может быть, вы были в отношениях, но это прошлое, это то, что из вашей жизни ушло. Сейчас немножко посмотрю, что же у нас происходило, да, шестёрка чаш, ну, да, вот, смотрите. Закрытая семья, закрытые отношения, вполне возможно, это, там, пусть переезд в другую страну, и, значит, у нас нет возможности цепляться за корни, да, или с точки зрения высшей сил вам сейчас, на самом деле, проработка отношений это и не нужна, вот они как-то в прошлом закрылись, как-то и не сильно открываются, да, шестёрка чаш, четвёрка мечей, может быть, это разрушенная семья, да, и разрушенные отношения, но при этом там карта Иерафан, там на это всё падает, поэтому это, знаете, как говорят, типа воля божья, но я не знаю, конечно, во что вы верите, у кого-то воля божья, у кого-то там что-то ещё, да, высшие силы, может судьба там, карма, как хотите, но так должно было быть, так должно вот случиться для чего-то, да, безусловно, для чего-то так должно быть и так должно случиться, потому что Иерафан, да, Иерафан предполагает у нас это божественное наследие, ну, вполне возможно, вам нужно было в прошлом проработать какие-то темы, связанные с отношениями, что значит проработать, возможно, там были какие-то травмирующие истории, да, и они не давали вам двигаться вперёд, или это были болезненные отношения, ну, вот смотрите, вот темы с отношениями, скорее всего, очень важны, вполне возможно, кармические, даже если, может быть, вы смотрели в своих натальных картах, ваших human design, и бесконечных типологиях, да, там, которые вы, например, смотрели, вот темы с отношениями, она прям фонит, дальше мы будем смотреть, насколько вы проработали, может быть, что-то новое сейчас на повестке дня, окей, так, текущее состояние, да, там, проблемы, с которыми вы можете столкнуться, или, может быть, награды за пройденные уроки, ну, смотрите, текущее состояние, вот, вам кажется, что вы двоечник, да, что вы с чем-то не справились, что вы, возможно, не проработали какие-то проблемы, вы от чего-то бежите, да, девятка мечей, всё же, это ощущение стресса, это ощущение бессонницы, это ощущение внутренней войны, да, в которой не так уж много сил, да, чтобы прийти, там, к какому-то финалу, там, к примеру, по шестёрке жезлов, давайте посмотрим, какой сферы касается эта карта. А ещё, мои прекрасные, да, со стороны может казаться, что вы в какой-то войне бесконечной, может, эта сила просыпается, как знать, да, мы сейчас будем смотреть, почему это девятка мечей, чего же мы боимся, да, в какие страхи, да, необходимым пойти, с чем-то связанным. А это как раз, мои прекрасные, связаны вот с темой отношений, коммуникаций, взаимоотношений, да, может быть, это внутренняя война, которая связана с обществом, в частности, потому что четвёрка жезлов, да, с, не знаю, вашим местом силы, которую всё никак обрести не можете. Или это квартирный вопрос, и вам непонятно, что делать дальше, где жить, как жить, да, может, что-то не получается, допустим, там, с переездом, с арендованной квартирой. Или ипотека, то есть, если мы будем рассматривать с вами вопросы, которые абсолютно практические, по четвёрке жезлов, это карта дома, да, это всё, что связано с домом. А может быть, наследство, ну, вот что-то такое, понимаете, здесь вот прям, я не знаю, раздел, не раздел территории, вполне может быть. Сейчас ещё одно здесь вытащу. Зачем здесь четвёрка жезлов, семёрка жезлов. Ну, я вас поздравляю, потому что вы сейчас отстаиваете свои права. Это сложный период в вашей жизни, да, семёрка жезлов, как-то, знаете, не предполагает прям большое количество энергии. Есть ощущение, что одно, то другое, то третье, да, и может быть, вам кажется, что я что-то делаю не так. Я иду куда-то не туда. Или, например, меня боги наказали. Или что-то, я не знаю, там, карма меня там нахлобучила. Слушайте, вот семёрка жезлов, она такая, знаете, с противоречивыми абсолютно энергиями карта. Вот. Ну, тут всё-таки немножко просвет. Да, ну, я вам так хочу сказать, здесь ещё перевёрнутая карта сила, поэтому вы можете ощущать давление, давление извне, ну, именно по той причине, что где-то что-то у вас внутренне не в порядке. Бывает такое, да, правда, что сила просыпается, или хочется нам как-то ответить нашим обидчикам, да, или хочется отстоять себя, да, вопрос, возможно, личные границы, вопрос там ценности. Вот. И вот такой сейчас у нас период, Мы немножко бьёмся за своё место под солнцем, и по девятке мечей нам, собственно, кажется, что не хватает на что-то сил. Не хватает на что-то сил, не хватает на что-то денег. Там карта мира перевёрнутая. Ту спентакли. Тут ещё кризис, как это сказать, самоопределения, потому что может быть ощущение, что я живу не своей жизнью, не так, как я хочу, не с теми людьми. Такие у нас интересные нюансы сейчас выпадают на настоящее. Ну что же, будущее, да, то есть это страница, которую мы с вами ещё не написали пока. Пока мы с вами не написали. О чём это для нас? Ну, здесь, наверное, нужно, вот, не люблю я эту фразу, но иногда она необходима, да, поумерьте свой пыл, да, дети, уймите вашу мать. Двойка пентаклей, карта баланса, карта, знаете, я ещё напоминаю, ну, мне она напоминает цаплю, да, которая одной ногой там стоит в болоте, а вторую поджимает. Вот об этом вот двойка пентаклей. Здесь у нас может быть как положительный момент, и так и не очень. Вы смотрите, двойка пентаклей. О чём может быть? О том, что действительно мы формируем, да, добровольно формируем канал, да, в котором мы отдаём либо свою энергию, либо свои деньги. Ну, к примеру, да, например, смотрите, дети выросли, вот, они ещё пока не встали на ноги, и мы вот там, допустим, помогаем нашим детям, там, может, даём деньги на съём квартиры, или там, денежек подкидываем в карманных, то есть, вот смотрите, это добровольный источник, который мы формируем, то есть, мы кому-то помогаем, по двойке пентаклей, мы половиним наш доход. Или, например, там, смотрите, родители, которые уже нуждаются в помощи, да, то есть, мы вот формируем, действительно, добровольный источник оттока, да, наших ресурсов, ну, вот, потому что так надо. я сейчас посмотрю, в какой сфере. Вообще, на самом деле, вот это моё ещё личное прочтение по двойке пентаклей, потому что ни в каком эйте об этом не сказано, да, там такая карта баланса, карта балансирования нашим и вашим, и на двух стульях посидеть, понимаешь, вот. Ну, вот смотри, да, четвёрка пентаклей, это всё-таки нюансы, которые связаны, там, смотри, со стабильностью, доходом и прочим. И вот сейчас у тебя очень интересный период, когда явно прорабатываются ситуации, которые связаны непосредственно с семьёй, да, и с, знаешь, с определением, да, с какой-то стабильностью. Почему? Потому что, обратите внимание, сколько четвёрок, да, да, четвёрка мечей, то есть у нас вот такая клетка, да, то есть у нас нет развития, да, семейных отношений. Четвёрка жезлов, да, карта, которая, да, рассказывает нам всё-таки, что мы тоже в ограниченной какой-то истории относительно пространства, по четвёрке жезлов. А здесь мы пытаемся ещё, да, добиться благосклонности, но вот такие нюансы. Это наше настоящее. А четвёрка Пентакли, как бы, это наше будущее. То есть смотрите, как мы пытаемся, как это, застолбить, да, оградить себя, угнездиться. Возможно, вот такая вот у нас история по четвёрке Пентакли. Условно, как бы, да, ещё и нашим уашим. И вполне возможно, что если мы сейчас добровольно половиним доход, да, или там количество энергии, неважно, ну, ресурсы, короче, мы свои добровольно половиним. И, конечно же, вот по четвёрке Пентакли сказать, что это вырастает во что-то серьёзное, большое, как бы, на ваше будущее, это нет. Ну, потому что мы как будто сами добровольно это делаем, да, сами добровольно, возможно, чем-то жертвуем, сами добровольно, там, да, устанавливаем вот эту связь. Это, как вы знаете, прям принятые решения. Так, ну что, давайте посмотрим скрытую карту, это такая карта Джокера. такая, скрытая тема, может быть, подсознание, да, чего там лежит в подсознании, почему вот это вот всё вот у нас случилось и получается. С чем связана вся эта история? Ну, давайте так, по-честному, по-честному, вот, вот эта вся семья, вот эта вот вся стабильность, вот это всё, но как бы нафиг не надо, абсолютно не надо ничего. И вот, когда приходит время, когда говорят, вот тебе нужно определиться, вот тебе нужно понять, вот тебе нужно делать вот это, вот это, вот это, на самом деле не хочется делать ничего, хочется, чтобы вас оставили в покое, это, знаете, такая подсознательная история, потому что девятка чаш, это просто карта, да, получения и наслаждения. Вот я настолько устала от этих обязательств, я настолько устала от обстоятельств, да, с которыми приходится постоянно сталкиваться, я действительно устал отрывать от себя куски, поэтому вот, я подсознательно начинаю разрушать все эти семейные связи, да, я подсознательно, то есть, если у нас сознательно что-то не получается в построении отношений, наверное, потому что мы внутренне понимаем, что мы вкладываем все больше, чем получаем, а вот он как-то подсознательный массив, и просто отстаньте от меня все и по девятке чаш, мне хорошо, мне вот так вот хорошо, мне вот это вот все лишнее не надо, и как бы вот, совет, да, давайте, совет я беру для вас. Кстати, смотрите, совет действительно связан с девяткой чаш, да, но вот, тут такой очень важный момент, нужно, чтобы мы держали баланс все же между действительно эгоизмом, да, и между вот этим вот самопожертвованием, потому что очень часто такое бывает, что человек полжизни жертвует, 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 потом, значит, лавочка закрывается, и он на этой почве становится достаточно жестокосердным, да, и как-то, знаете, появляется вот это ощущение обиды к мифическим людям, которые ничего им еще пока не сделали плохого, да, что заранее они его недооценивают, они его заранее не любят, они его заранее не принимают там свои какие-то, не знаю, да, не дружат раньше с ним, вот, и вот здесь, да, мы, правда, можем к королеве чаши немножко заиграться, да, в то, что, как бы, по сути, нам еще никто ничего не сделал, да, мы, пометуя прошлый опыт, что мы так сильно, как бы, да, выкладывались не получали там взамен, вот у нас такая королева чаш становится уязвленной, эгоистичной, да, уязвленной, эгоистичной, вот, вполне возможно, да, в какой-то детской позиции, а у нас с вами совет переводить это все на более высокий уровень, более высокий уровень, а более высокий уровень, это все-таки про взаимодействие с людьми, да, по тройке жезлов, это все-таки про, вообще тройка жезлов, она такая бизнесовая карта, И нам здесь предлагают Взять себя в руки Немножко выключить эмоции Все же Чуть-чуть перейти в состояние Какой-то стабильности и серьезности И если уж у нас обида Что кто-то не помогал нам воплощать Наше желание, что кто-то забил На наши истинные потребности То начинать это делать самостоятельно А потом начинают Под эту всю историю подтягиваться люди Понимаете? Потому что Получается, что Как бы вы не пытались Сейчас сказать, что Да, я Сейчас хочу закрыться Ну вот смотрите, результаты Не будут тогда, когда вы пойдете в коммуникации Когда вы перестанете видеть Во всех врагов Когда вы перестанете думать Что люди хотят причинить вам Зло, понимаете? Наступить на ваш хвост Понимаете? Украсть вашу еду Я же не знаю, что у вас за паранойя Ну вот такой, смотрите, совет Просто обращайте внимание на то Что правда люди Могут нормально относиться к вам Понимаете? Мир вообще нейтральный Не надо как бы вот считать Что вас обделили Как бы вас обидели Ну просто вот вы брали Ровно то, сколько могли брать Соответственно А сейчас вы пытаетесь брать больше Но вы пока еще себя к этому не приучили Не приучили, что это норма и баланс Поэтому, знаете, вот вас прям Энергетически может очень сильно Выворачивать Немножко наизнанку По поводу того Создавать источник оттока или нет Это ваше личное дело Ну так понимаю, что это вынужденная ситуация Да, вынужденная ситуация Ну, она, скорее всего К чему-то положительному приведет Вот такая позиция была По первому варианту Двоечки, ну что, я вас приветствую Давайте смотреть происходящее с вами Субтитры сделал DimaTorzok Что там на дне колоды Что-то прорывается Понимаете, из вас А вы еще не даете тому прорваться Что-то подавленное Может быть, подавленная сила Может, подавленная агрессия Что-то подавленное Окей Окей Пять карт Которые Расскажут нам Что же происходит в вашей жизни Прошлые Давайте Что там было в прошлом В прошлом Смотрите, было Смотрите, жизнь в другой стране В другом городе Завершение цикла Могло быть по карте мира Да, или вот серию Что я как бы вот Все понял Да Или все поняла В этой жизни Да, потому что Все-таки карта мира Это некий финал О чем еще здесь Карта мира Ну, это что-то может быть Связано с интернетом Опять же, да С коммуникацией Может быть, ваша работа Связана с IT-сферой, к примеру Еще что-то Сейчас посмотрю О чем здесь карта мира Ну, точно вы завершили Какой-то путь героя Да Явно Должно сейчас быть Обнуление Обнуление, возможно Каких-то скиллов Навыков Сейчас посмотрю Да, завершение цикла У нас случилось С чем связано Это завершение цикла В какой сфере Оно случилось Ну, опять же Вот смотрите Отношения Коммуникация Может быть, вы уехали Может быть, это момент Сепарации какой-то Да Вполне возможно Сейчас рядом с вами Какое-то новое общество Новое сообщество Да Может быть, это новая квартира Да Новый город Может быть, новая работа Но это не про энергии Отшельника Это не на уровне души происходит Это материальный мир Да Это как бы ваши коммуникации Ваши коммуникации По четверке жезлов Может быть, закончился Какой-то праздник Да Алиса выросла И стала взрослой Ей уже 16 лет Сейчас еще одну Дополню карту Может, что интересно Да Может быть, кто-то проработал Родовую историю Да Смотрите Все-таки Какой мощный период Завершается Да Четверка жезлов Да Шестерка чаш Остались только воспоминания Да Может быть, остался Какой-то пепел Пепел прошлой жизни Пепел отношений При этом это не башня Это такой-то уже, знаете Закономерный период Ну все, собственно Все, потому что Тупик Да В какой-то момент Случился тупик В этой всей истории Поэтому давайте смотреть дальше Что же сейчас происходит Что же происходит в настоящем Что же происходит в настоящем А в настоящем Не знаю Есть ощущение Что вы пока еще Оглядываетесь на прошлое Как будто вы не хотите Осознать Что ваше настоящее Оно уже наступило И оно наступило И там вот как-то Элементов прошлого Больше нет То есть они вот как-то ушли Они растворились Может быть, человек там ушел Из вашей жизни Вы ушли из жизни человека Или, например, если это касается Ваших взаимоотношений в семье То есть уже все не так сладко и гладко Потому что уже, знаете ли Червячок там потоптался И вот как бы вот пятерка жезлов Пятерка Что-то мы еще пытаемся понять Что-то мы пытаемся доказать Может быть, мы за что-то держимся Сейчас я посмотрю С чем связана ваша пятерка жезлов Я призываю не бояться этой карты Потому что, в принципе, это такое, знаете Какая-то легкая конкуренция Это момент соревнований По пятерке чаш Пятерка чаш Сказала, да? Пятерки жезлов, простите То есть как бы если это какая-то война Да, она сейчас у нас двусмысленная Абсолютная Не нужно втягиваться в какие-то конфликты Может быть, вас пытаются втянуть Да, зачем-то Сейчас я посмотрю Что за спрут там Пятерка жезлов Ту спинтакли Вполне возможно, у вас могло случиться Осознание, да? О прежней Ценности прежних семейных отношений Если все-таки вы находитесь в стадии развода Может быть, это, знаете ли Алименты, да? Могут быть здесь Обращение к адвокатам, да? С целью, там, допустим Раздела имущества Или там Ну, просто узнать, что вам там полагается Да, еще с детьми совместно Тушетерки-чаши Не правда могут быть Это именно про то, что мы тоже можем отстаивать Да, права наших детей Что у нас еще интересного происходит в настоящем? Да, посмотрите, как вам нужно действительно Взять все в свои руки Да, это королева мечей Это королева мечей Ну, что такое? Давайте Самая вот простая история Которая может быть Сепарация с мамой, к примеру Да? Или, например, конфликт на работе с начальницей Потому что некий момент конкуренции может быть Или Когда, допустим На вашей работе все рушится А вы там, к примеру, 20 лет проработали Вы не совсем знаете, куда дальше Но прекрасно понимаете Что вы уже переросли в все те позиции Которые вам могли бы светить на этой работе Да? И пришло время как бы отправляться В свое самостоятельное путешествие Потому что вот второй вариант Действительно, что происходит в настоящем Это вот немножко кризисная ситуация Где нужно отправляться, да? В путешествие в новое И я так хочу сказать Вот если это все с точки зрения высшей сил То как-то сильно не рассчитывайте Пока на данный момент, да? На поддержку из прошлого То есть если это касается вашего мужа То вряд ли он, конечно, будет прям Одобрять все компромиссы с вами Чтобы, например, платить вам больше Чем полагается судом Иначе не было бы пятерки жезлов Ну, я хочу сказать Что это еще время встать, вероятно У штурвала корабля Кто, если не вы Может быть, вы уже психуете И понимаете, что люди творят какую-то фигню, к примеру И это действительно может являться Некой инициативой, допустим, к повышению Такое вот у нас интересное время Важное принятие решения Действительно хочется всех разогнать Потому что кажется, что никто не работает Все как-то сквозь пальцы все Потому что вот энергия королева мечей Как бы и паши мечей Это разъяренная такая, знаете ли, женщина Которая хочет навести порядок Хочет навести порядок Ну, скорее всего, она и будет это делать По второму варианту Еще, знаете, как это может читаться Вы можете потребовать от своих партнеров Да, выводы отношений на новый уровень То есть, если нету Значит, давай, до свидания Да, и качайся сам на своих качельках Вот, вот то, что в настоящем происходит Ну что, давайте смотреть, что в будущем Что уже вы прописали Ой, как интересно Новые энергии Паши жезлов Слушайте, у кого-то действительно Обновление отношений может быть У кого-то что-то Знаете, как возврат к прошлому Ну, например, вот у вас было какое-то дело Да, которое не пошло Потому что не хватило навыка Не хватило знаний Не хватило компетенции Но между тем вы всегда хотели Типа этим заниматься Вот, а сейчас пришло время Да, немножко возврат к нашим этим мечтам Выпускного условно Вот такой интересный формат Как бы пожар жезлов Ну, я надеюсь, что это, конечно, не общество Как бы в вашей жизни Потому что вы уже давно это все переросли Вот, ну, интересное, конечно, яйцо Потому что, может быть, у кого-то действительно Это про Свежесть Про фертильность Да, про еще Желание, да, произвести детей на свет И вполне возможно, что Есть к этому предпосылки Смотрите, какая интересная история Девчонки Вот кто в возрасте Это сейчас очень важно Ко мне очень часто На личных консультациях Обращаются девочки Которые спрашивают Нужно ли им там Замораживать условно яйцеклетки Или, например Вопросы, которые с ЭКОО связаны Так вот здесь вот По второму варианту Как бы если это вот ваша история То есть здесь вот просто нужно Понимать и осознавать Да, что Ну Какой-то момент Может быть упущен Да, и чтобы этого не было Да, вполне возможно Нужно уже сейчас Об этом позаботиться Нужно уже сейчас Об этом позаботиться Ну вот смотрите Вот что у нас получается На будущее На будущее Это какой-то, знаете Момент разочарования Что какая-то энергия Она во что-то не выливается Она не Знаете, как Не может родиться Она не может вот как-то Продолжаться Ну Здесь интересная, конечно История Что вот тогда Когда вы уже отчаялись Да, приходится Смотрите Какая-то интересная И там благая весть Да, то есть там Вы видите, что там есть шанс Понимаете Там есть шанс Там есть шанс на обновление Да, там есть шанс Может быть у кого-то На омоложение Понимаете Может быть на какие-то Там хирургические вмешательства После которых Действительно Смотрите Как бы по Энергии шута Да, ощущение Прямо молодости Ощущение обновления Не знаю Ощущение омоложения Что-то такое Да, потому что Я же могу читать Для людей Которые в разном Соответственно возрасте Да Это хорошая история Знаете Если это женщины В возрасте Понятно Что это уже не ваша история Про фертильность Понимаете Может быть вам Внуков ваши дети Подарят Как знать Как знать Хорошо Давайте Вот какие-то скрытые мотивы Что вы не осознаете Что хотите на самом деле Что хотите на самом деле Ну на самом деле Такая очень интересная энергия Которая опять же Она связана Как я понимаю С большим количеством Обязательств И обстоятельств Да Мы хотим Наверное И больше стабильности Мы хотим выйти Из вот этой территории Пятерки Пентакли А территория Пятерки Пентакли Это всегда карта выживания Это всегда карта выживания Я как-то Ну Решила помочь женщине А я не знаю Такая фейсбучная история Вот И она что-то там писала Про деньги Вот И там значит Фраза была Про какое-то Очень большое сопротивление Сели Что денег Типа никогда Ни на что не хватает Я говорю Ну так если просто Вы так прописываете Значит у вас просто Жесткая программа Выживания И вы будете создавать Ситуацию Что вам денег Практически никогда Ни на что не хватает А если у вас Будет появляться Возможность Уже заработать Да вам просто Будет не хватать Энергии Ну потому что оно Все взаимосвязанные Процессы Понимаете Вот здесь вот как раз Нам говорят Что мы пока Выстраиваем Нашу жизнь Да Из вот этой вот Призмы Мне не хватает Да Мне не хватает Не хватает Всегда ощущение голода Да А голодному человеку Опасно давать Сразу многое Нужно давать По чуть-чуть Правда Да вообще На самом деле Даже если Ощущение изобилия Тоже предполагает Вообще что Тебе дают По чуть-чуть Но у тебя Все равно много Да Потому что Ты знаешь Что вот они Источники есть И ты можешь Взять из них Пить и есть Там Чего что-то Вот Ну это метафорически А состояние голода У тебя кажется Что больше уже не будет Все Этот оазис В пустыне Последний Если я сейчас Просто до отвала Не напьюсь воды Непонятно Когда в следующий раз Это будет Или там Если Меня там Пригласили На день рождения Да Я Ну все это поел И плюс еще С собой попросила Положить Потому что Я не знаю Когда в следующий раз Это бывает Будет Да И все мы можем Находиться Конечно В разной Абсолютно Финансовой Историей Но Давайте Я сейчас Привожу пример Такой Мини-мастер-класс Как мы Мгновенно Можем Поменять Мышление Вот эту ситуацию Присутствие На дне рождения Когда мы Видим Стол Изобильный Мы же Можем Предположить О том Что у нас Большое количество Друзей И у этих Большое количество Друзей Дни рождения На которых Нас зовут И фактически Вот пожалуйста Изобилие Ну понимаете Вот такой нюанс Да И зачем Как бы запихиваться Там Этими мясо И рыбой И тортами Все в один пакет Если это потом Все будет Несъедомным Вот об этом Пятерка Пентакли Это вот Знаете Как наш Подсознательный страх Выйти из Вот этого состояния Да Внутреннего ощущения Нехватки Да Внутреннее ощущение Нехватки Это вот Головной таракан У нас сидит Такое Говорит А слушай Тебе же не хватает И мы запасаемся 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 Да кто Холодильник забивает Кого там лишний вес Ну это сейчас понятно Что без всякой диагностики Ну просто Одна из психосоматических причин Да Это запасы наши Все же Вот Ну не только Психосоматические Окей Так Медленный путь Он длительный Но он стабильный Да Он стабильный Медленный Длительный Стабильный Медленный Длительный Стабильный Медленный Длительный Стабильный Рост Например Знаете, вам Больше, наверное, говорят, что Парная история Для вас Она все-таки более предпочтительна Может быть Это уже новый человек Который будет относиться к вам совсем по-другому Может быть Это момент пересмотра Старых отношений С выходом все-таки в энергии Девятки Пентакли Когда мне достаточно Когда мне достаточно Когда я сама себя не накручиваю Не настраиваю, что это когда-то закончится Когда мне Уже легко поверить В хэппи-энд В то, что это действительно Может развиваться, продолжаться И вот на длительный-длительный срок Моей жизни Какая-то красивая и долгая история Мы пока не можем в это поверить Абсолютно Мы пока это все рубим на корню Потому что очень много установок Относительно того Что я сейчас не в ресурсе Я не в моменте Я какая-то не такая Поэтому, соответственно Не могу создать Нужный для себя уровень жизни Ну, конечно же, нет Работаем над энергией Как раз Пятерки Пентакли Вот такая позиция была По второму варианту Так, ну что, троечки Я вас приветствую Давайте смотреть происходящее с вами Пять карт Которые расскажут ваше Прошлое Настоящее Будущее Посмотрим, что же с вами происходит Аналитика Аналитическая аналитика Пять карт Аналитической аналитики Так, итак Ваше прошлое Так, смотрите Была какая-то ссора Скорее всего, решение Которое очень острое Которое вы должны были принять Да, дракон Которого вы должны были убить Ну, вот знаете Если человек осознанный Если человек там Немножко решил Свои проблемы По маслу Да, вот Ну, первой Вот Первой части пирамиды Соответственно На выживание Да, на закрытие Финансовых потребностей Вот Карта Туза Мечей Да Вот для таких людей Вот если вы закрыли потребности Это классная карта Это всегда очень классная карта Потому что она Является индикатором того Что вы Уже Что-то понимаете Относительно этой жизни Вполне возможно Ваша энергетика Это уже про Формирование Знаете Как иной иерархии В вашем окружении Это про то Что люди понимают Что вы знаете Что-то такое Очень важное И хочется с вами Общаться Потому что вы тут Видимо Постигли Жизнь Может быть Вот Это неплохая карта Но А если Соответственно Мы пока еще Не решили Свои проблемы С выживанием Да Находимся Вот на первом уровне Потребности То здесь Туз мечей Менее благоприятная карта Потому что Она говорит Что правда Тут что-то у нас Случилось Негативное Нехорошее Что могло Повлиять На наши планы Нас действительно Как будто Насильно Выкинуло Из зоны комфорта Сейчас посмотрю Глубже Что за ситуация Да Нас правда Насильно Выкинуло Из зоны комфорта То есть Скорее всего Мы Сами что-то Переросли Да Сами бы мы Не ушли А вот как-то Нас Выкинуло Вытолкнуло Понимаете Ну вот Так вот Надо Да Шестерка мечей Знаете Там не очень Приятной энергии Вот Но Вас Вытолкнуло Вас уже Куда-то Перевезли Да На следующий уровень Уже Понимаете Лифт Приехал За вами Отвез вас На какой-то Этаж Повыше Чем вы К примеру Жили Или там Обитали Не знаю Вот шестерка мечей Помни медитацию На шестерке мечей А уже Вас перевозишь На следующий берег Вас перевезли На следующий берег Это правда Может быть Буквально Кстати При этом Такое ощущение Что говорят Что либо Женщина помогла Либо Женщины помогли Потому что Хороший Интересный Архетип Королевы чаш В этом Все Может быть Вы на Какой-то Личной силе Выехали На личной Злости Что-то Такое Немножко Тут негативные Аспекты Как мы Смогли Перебраться Куда-туда Как мы Себе Ну там Знаете Было больненько Потому что Выход из иллюзии Семерка чаш Перевернутая Мы там Витали в облаках Немножко Было больненько Потому что Выход из иллюзии Болезнь И что Чем закончился Период Я не буду докладывать Карты Просто сама Посмотрю Мне интересно Двойка пентаплей Десятка чаш Перевернутая Ну знаете Вы все равно Как будто Остались в иллюзиях Потому что У вас есть надежда Что все лучше Чем Может Развернуться По факту Как будто Вот какая-то ситуация Она сейчас Не сбылась Она у вас есть Она заветная И вы Прям накачиваете Энергией Не зная Абсолютно И не понимая Насколько Она реальна Вот какая-то Такая ситуация Ну знаете Такое ощущение Что вы правда Можете что-то изменить Потому что Вот вы уже На позиции Повыше на уровне Находитесь Может быть Вы правда Умеете чем-то управлять И готовы Действительно Что-то изменить Пока еще Сила Точно Не в полный рост У нас Разворачивается Пока еще Нет понимания Как же Это сделать Может быть Вы ее Храните Копите Бережете Или просто Не умеете Этим Пользоваться Хорошо Ладно Давайте Смотрим Дальше Смотрим Дальше Что Наше Настоящее Что Сейчас Происходит Разочарование Ну так Собственно Вот оно И будет Разочарование Ну и будет Разочарование Потому что Так все же Было хорошо Так же Было все Понятно Так же Было все Прописано Проанализировано Соответственно Намечтано Написано На карте Желания А тут Как-то Вот Мы что-то Получаем Не очень По тройке Мечей Такое Ощущение Правда Что стрелы Могли прям Пронзить Наше Это яйцо Несвободы Что Сейчас А вот Тройка Мечей Семерка Мечей Ощущение Разочарование Ощущение Что Меня обманули Ощущение Что Меня Могли Использовать Или Я Сама Себя Как будто Обманула Я Себя Обманывали Продолжаю Обманывать И это Очень сильно Разбывает Мне сердце Вполне Возможно Я сама Думаю О том То Что Мечта 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 Реально Может Это Какая Односторонняя История Может Быть Я Там Знаете Это Бывает Как Сейчас Я Безотносительно Городов Там Людей И прочего Видели Фильмы Когда Деревенская Девушка Приезжает В большой Город У нее Там Есть Родственники Вот И она Думает Что Эти Родственники Типа Ее Приютят А потом Разворачивается Такая История Что Ей Это Там И Не Рады То Есть Вот Они Ради Галочки Говорят Ой Да Да Конечно Пусть Приедет Да Поступит Да Будет Жить У нас А потом По факту Оказывается Что Нафиг Ты вообще Не нужна Деревенская Племянница Троюродного Дяди Вот Здесь Такая Же История Получается Что Может Быть Вам Казалось Что Да Я Прикладываю Силия Все И мы Там В союзе Там Синергии В какой-то Там Ще Вот А пока Оказывается Нет В этом Как бы Нафиг Не нужны И это Разочарование Обиды Слезы Сопли И прочее Да Но при этом Смотрите Завершается Этот ваш Период Хорошим Да Потому что Это Рыц Режезлов Это Взаимодействие С другими Людьми Например Это Благая Весть Это Ангелы Которые Приходят Вам на помощь Или Ангелы Не важно Что это Такое Но это Благая Весть Да Рыц Режезлов Как бы Тройка Чаш То есть Это Помощь Которая Вам Придет Да От Людей От Человека Непосредственно Ну вот Помощь Придет И Может быть Круг своих Вас Там Воспринимает Еще Что-то Такое Есть Потому что Вас Как будто Чувствуют Да Вот что-то Прям Есть В вас Окей Это Может Казаться Вообще Разной Сфер Жизни Не надо Натягивать Савона Глобус Да И Знаете Вот Хорошо Что Что Вот В этот Период Жизни Как будто Приходят Ответ На Вопрос Потому что Бонусом У нас Еще Лежит Так Рыцарь Пентакли И Десятка Жезлов Да Это Путь Который Привел В никуда Да Просто Путь Который Затянулся Петлей Да Перевел В никуда То есть Вот Это Что-то В этот Наворошили На Какие-то Прям Клубки Да То есть Они Прям Не Змеи Не Не Сильно Это Есть Энергия Змеи Как В этом Конкретно Рассквали По Третьему Варианту Ну Что-то Вы Тут Нас Заплетали Себе Косы Судьбы Так Окей Будущее Да Смотрим Будущее Ну Мы Не Хотим И Может Быть Это Уже Знаете Задел На То Что Я Хочу Что-то Изменить В своем Будущем Потому Что Пятерка Жезлов Это Не Какая-то Прямо Так Это Не Какая-то Война Это Просто Момент Соревнования Каждый раз Об этом Говорю Вообще Что Там Нет Такой Энергии Разрушительной Сильной Пятерки Жезлов И Вот Это Соревнование Прямо Смотреть Идет За Трон Ну Учитывая Что Это Такая История Что Это Соревнование Такое Ощение Что Вы Как Будто Достаточно Давно Выиграли Все Поняли И Все По Праву Ну Это Такая Номинальная История Скорее Всего Вы Никакие Там Кастинги Случайно Не Проходили Потому Что На самом Деле Передо Мною Потенциальный Победитель Если Уж На То Пошло Я Права Что Там С Этим Троном Как Будто Знаете Все И так Знают Что Это Ваше Место Да Такое Ощущение Что Как Будто Вас Давно Ждет То Это Прям Выход Смотри Может Просто Ты Приходишь На Работу И Все Знают Что Ты Будущий Директор Так И Есть Вообще Под Тебя Как Будто Высшие Силы Живот Готовит Какое Место Может Не Высшие Силы Может Твой Начальник Такое Есть А Ты Это Очень Сильно Боишься Потому Что Там Больше Денег И Больше Власти Хорошо Хорошо Давай Вот Какие-то Скрытые Бессознательные Мотивы Происходящего С твоей Жизнью Это О чем Это Огромное Количество Накопившейся Усталости Это Ощущение Что Есть Определенное Кладбище Проектов Это Желание Обнулить Свой Какой-то Предыдущий Опыт Для Чего-то Нового Потому Что Все Что Происходит И Даже В тех Сферах Которые В принципе У тебя Могут Быть Успешны Тебе Не Интересно Зарабатывать Деньги Если Ты Хочешь Долгосрочные Отношения Тебе Должно Быть Интересно А если Это Потеря Интереса По Восьмерке Чаш Это Всегда Уныние Это Все Потеря Интереса Понятно Что Будет Новое Конечно Но Оно Пока Не Наступило Оно Пока Не Наступило Восьмерка Это Лемни Скат Это Замкнутое Пространство Это Определенный Лимб То Мы Мы Ходим По Кругу Ощущение Какого-то Внутреннего Выгорания Из-за Ощущения Внутреннего Выгорания Сильно Проекты Новые Не Творятся У тебя Должен Бать Новый Путь Да Но Ты Пока Держишься За Старый Должен Новый Путь Но Ты Держишься За Старый То Если Это Касается Отношений Есть Ощущение Перегорания Но Мы Все Продолжаем Друг за Друга Деятельности Вы Можете Применить Мое Предсказание Но Вот Такая История Что Скучно Скучно Ну Хочется Наверное Даже Этот Трон Кому-то Отдать Который В принципе Слишком Дорогой Ценой Отседается Хорошо Давай Берем Совет Режь Руби Рви Говори Правду Матку Сильная Мощная Энергия Рыцаря Мечей Сильная Мощная Энергия Если Ты Женщина Кавалькирия Такая Да Гни Свою линию Иди К своей Цели Так Ты Сейчас Мне Скажешь В чем Сейчас Моя Цель Давай Просто Совет Беру Потому что Я тоже Не совсем Понимаю В чем Твоя Цель Потому что Все Те Цели Которые Есть В твоем Окружении Вот Сейчас Рядом С тобой Они Тебе Очень Не Интересны Слишком Сложные Хочется Чтобы Было Все Проще Какая Твоя Цель Сейчас Любовь Смотри Все Что Про Любовь Оно Случается Все Что Без Любви Оно Тормозится Понимаешь Вот Смотри У тебя Получается Вот Из-за Нахаты Если Твои Действия Идут Да Это Твою Силу Рождает Классно Мощная При этом Силу Колесница Десятка Пентаклей Очень Мощная То есть Вот Смотри Если Наполнена Любовью Уж Не важно Что Там Делаешь Потому Что Это Не Всегда Благостные Вещи Потому Что Кого Тут Еще Темная Часть Может Быть И Она Не Интегрирована Сейчас Темная Часть Поэтому Вы Как То Только На Светлой Стороне Я Ножки Помочила В глубину Не Зашла Вот Озера Колдовского Которое Мне Силу Дает Здесь Обретение Должна Случиться Интеграция Темного И Светлого И Вот Тогда Это Приводит К Радости В Жизни Понимаешь К Радости В Жизни Вот Такая У нас Интересная История Потому Что Застой Затишь И Хочется Какого-то Адреналина Да Этот Адреналин Действительно Дает Тебе Какие-то Радостные События В твоей Жизни Все Вот Такая Позиция Была По Третьему Варианту С Вами Была Я Ваша Нера Третьему